75-летию Победы посвящается. На железнодорожном вокзале Лабытнанге организована фотовыставка, знакомящая путешественников с нашими земляками, участниками Великой Отечественной войны. Работники вокзала создавали ее совместно с сотрудниками Краеведческого музея. Стенды с фотографиями разместили в зале ожидания. Там и побывала наша съемочная группа. Выставка небольшая, но достойная внимания. Экспозиция состоит из 70 архивных фотографий. Из них сложена своеобразная стена памяти от тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне. Судьбы этих людей тесно переплелись с городом Семилиственниц. Память сохранить, конечно, это очень важно. Во-первых, подрастающее поколение, которое не помнит этих людей, большинство из них работали на предприятии, которое было первое промышленное предприятие в нашем городе. Это Лесоперевалочная база, городообразующие предприятия. Там было очень большое количество участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. Сейчас этой организации нет. И нет этих людей. Но память о них мы обязательно должны сохранить путем представления таких выставок. Сегодня из всех ветеранов войны в живых остался только Иван Александрович Путилин. Почетному жителю Ямала и Лабытнанге исполнилось 95 лет. Когда началась война, ему было всего 17. Осенью 1941-го был призван в армию и направлен в город Череповец. В январе 1943-го отправлен на фронт в район Сталинграда. Участвовал в освобождении Винницы и Львова. В Чехословакии, городов Моровская острова, Прага. Награжден орденами славы и Отечественной войны второй степени, медалью за отвагу. Эта выставка является продолжением уже известной выставки, которая была оформлена к 70-летию Победы. Эта выставка дополнена и обобщена, и сейчас размещена на вокзале. И я думаю, что она будет иметь большой успех, и обязательно мы ее продолжим. По словам сотрудников музея, выставка продлится до 30 мая, а возможно будет работать и после. Дарья Бугаева, Евгений Садыков, программа «Время местное». Дарья Бугаева, Евгений Садыков, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова